В Самарской области предвыборная кампания вышла на новый уровень. 27 июля в региональном избиркоме прошла регистрация кандидатов на должность губернатора Самарской области. В дальнейшей предвыборной гонке участвуют от партии «Единая Россия» действующий губернатор Дмитрий Азаров, от КПРФ Алексей Лескин, от справедливой России патриоты «За правду» Михаил Маряхин, от ЛДПР Александр Степанов и от новых людей Сергей Пухаев. Эти фамилии избиратели увидят в бюллетенях на избирательных участках. Зарегистрировано 5 кандидатов на должность губернатора Самарской области, документы которых были проверены и не было в них найдено никаких нарушений. По одному кандидату принято решение о выдаче ему уведомления о том, что в его документах есть нарушения, которые, к сожалению, сейчас не позволяют рассматривать вопрос о его регистрации. На заседании избирательной комиссии обсуждались и другие важные для организации избирательного процесса вопросы. Например, порядок проведения жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади для кандидатов. Обеспечение на избирательном участке прав граждан, являющихся инвалидами. Говорили об адресном информировании и использовании приложения «Мобильная УИК» – единого электронного программного модуля, который будет применяться при подымовом обходе избирателей. Система будет впервые протестирована по всей стране во время сентябрьских выборов. Сегодня избирательной комиссией принято постановление об использовании «Мобильной УИК», то есть той системы, с которой наши члены участковых комиссий будут осуществлять адресные информирования, придут к каждому избирателю домой и объяснят ему, когда выборы, как проголосовать, какими способами они могут реализовать свое право. Голосование на выборах губернатора Самарской области пройдет в регионе 8-9-10 сентября. В отдельных муниципальных образованиях области гражданам предстоит выбрать и депутатов представительных органов – это Тольятти и Сызрань. В муниципальных районах области и в городе Чапаевск пройдут дополнительные выборы депутатов в уже сформированные представительные органы власти. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.